С 2020 года Росстат будет рассчитывать уровень благосостояния малоимущих россиян с помощью специальной информационной системы. Об этом вчера в ходе совещания, посвященного проблемам роста реальных доходов граждан, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Система позволит учесть индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждающегося человека, включая его доходы, состояние его здоровья, условия проживания, состав семьи и уровень образования. Что касается Ненецкого округа, то его бюджет по-прежнему остается социально ориентированным. По данным Российского информационного агентства «Рейтинг», регион вошел в топ-10 субъектов Российской Федерации с самыми социально ориентированными бюджетами. И это ожидаемо. Самое главное, в центре нашей работы должен стоять человек с его заботами, с его отчаяниями, с его проблемами. Поэтому у нас, с одной стороны, есть одна задача глобальная. Это наша страна, это развитие экономики нашего региона. Но наш регион состоит из отдельных людей, из отдельных семей. Социальные расходы консолидированного бюджета в 2018 году в Ненецком округе составили более 57 тысяч рублей на человека. Что касается доли социальных расходов, то она в прошлом году превысила 50%. И поэтому наши бюджеты носят, как правило, социальную характеру, социальную направленность. Меры социальной поддержки жителей Ненецкого округа – это не только адресная помощь конкретным категориям граждан – ветеранам, инвалидам, многодетным семьям, студентам и так далее. Говоря о социальной поддержке в регионе, нельзя не отметить расходы, направляемые на возмещение затрат и на субсидирование многих направлений жизнедеятельности, затрагивающих широкий круг населения. Это и субсидирование авиаперевозок и производство хлеба, и возмещение затрат на доставку продовольствия в населённые пункты округа и многое другое. Мер поддержки очень много. У нас практически 147 мер поддержки для того, чтобы качество жизни людей не отличалось от качества жизни людей, тех, которые живут у нас на материке. Ненецкий округ имеет свою специфику и во многом социальная направленность регионального бюджета обусловлена условиями жизни населения в районах Крайнего Севера и отсутствием круглогодичной наземной транспортной доступности. Все-таки у нас отдалённые населённые пункты, у нас и электроэнергия там, себестоимость электроэнергии намного выше. Себестоимость электроэнергии в сельских населённых пунктах сегодня составляет практически 50 рублей. 50 рублей. Но сами жители платят всего лишь 3 рубля. То есть, опять же, вот эта разница в 47 рублей практически берёт на себя государство, органы власти, наш округ для того, чтобы люди могли нормально жить в тех условиях, в которых они живут, в условиях Крайнего Севера. Между тем, в исследовании информационного агентства «Рейтинг» отмечается, что регионные лидеры, поддерживая на высоком уровне социальные расходы, направляют бюджетные средства и на финансирование других статей, в том числе на развитие экономики.